Добрый вечер, 21.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И четверо мужчин с возраста старше 16 лет приветствуют вас из этой студии. Надеемся, что вы тоже попадаете в ту же возрастную категорию. Мы сегодня открываем, сегодня вот 15 октября, на вершине осени, открываем новый формат археологии. Мы теперь по понедельникам делаем программу совместно с журналом Forbes. И будем приглашать ведущих, обозревателей, аналитиков, авторов журнала Forbes. И обозревать, собственно, точкой отсчета для нас будут статьи, вызвавшие наибольший резонанс, появившиеся как в журнале Forbes, так и на сайте Forbes. И сегодня в студии с нами мой соведущий. Это заместитель главного редактора Forbes Кирилл Горский. Добрый вечер. Мне очень приятно, что я участвую в первой программе из этого цикла. Как Сергей сказал, действительно, в программе будут участвовать разные редакторы Forbes, в том числе наш главный редактор. Сегодня я сижу на этом месте. Мы, собственно, журнал, прежде всего, о бизнесменах и о деньгах, о больших состояниях. И, вероятно, то, о чем мы будем говорить, будет так или иначе касаться денег и того, как деньги, связанные с обществом, влияют на общество. Спасибо. Кирилл, ну, да, мы будем, так сказать, собственно, да, наша археология, она такая общественная. Вы знаете, вот немножко, чтобы уже ввести в нашу сегодняшнюю тему, вообще название археологии, оно крестный отец этого слова Мишель Фуко. Французский философ Мишель Фуко, который писал об археологии знания. И вот вы знаете, Фуко, он как бы дух Фуко витает над темой нынешней передачи, потому что вот у Фуко была знаменитая его книга «Надзирать и наказывать», где он рассказывал о том, что вот грядет некое общество паноптикона, да, все будет прозрачно, все будет видно, будет за всеми наблюдать большой брат государства, которое будет, собственно, вот эти вот дисциплинарные практики применять. И вы знаете, глядя на нашу общественную жизнь последних месяцев, я действительно чувствую вот это вот возвращение левиафана, такого гопсовского, возвращение вот этого надзирающего и наказывающего государства. Потому что буквально новости последних дней. Вот сейчас Дума собирается принять закон о нулевом промилле, приняты все эти законы по контролю над прессой. Это самое же 16+, которое вы сейчас слышите, об иностранных агентах. То есть буквально каждый день государство в своей надзорной регулирующей функции возвращается и присваивает себе те функции, которые мы считали являются нашими, неотъемлемыми, которые принадлежат гражданам и обществу. И вот мы хотим поговорить еще об одном возможном надзорном действии государства, а именно о контроле над расходами. Поначалу контроль над расходами чиновников, потому что сейчас у нас готовится, видимо, в эту осеннюю сессию Государственной Думы будет принят закон о контроле над расходами чиновников. Ну, хотелось бы шире поговорить вообще, насколько возможен контроль над расходами в нашем обществе, причем не только расходами чиновников, но и любого человека, как это существует во многих западных странах. У нас в гостях сегодня обозреватель Форбс Борис Грозовский. Добрый вечер, Борис. Вот он как раз был автором колонки о контроле над расходами в предпоследнем номере Форбса. И заместитель директора Transparency International России Иван Ниненко. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте для начала поговорим о сути этого законопроекта. Вот что сейчас происходит, насколько реальное его принятие и чем он грозит. Борис. Принятие законопроекта, который внес еще будучи президентом Дмитрий Медведев, абсолютно реально, поскольку у нас Государственный Дум принимает, так сказать, все, что внесено из правильных мест. Мест, да. Вот. Другое дело, что с точки зрения тех, кто занимается коррупцией, занимается тем, какими могут быть антикоррупционные действия и общества, и власти, регуляторов, сам этот законопроект выстроен, ну, как бы это помягче сказать, не вполне правильно. Проблема в том, наверное, это Иван сейчас немножко более точно расскажет, российские чиновники декларируют свои доходы и доходы членов своих семей уже довольно долго. Этой практике уже порядка десяти лет. Теперь контролю над доходами предполагается добавить контроль за расходами, но за расходами не всеми, за расходами свыше определенной суммы. — Секундочку, Борис, а что, у чиновников какой-то особый порядок декларирования доходов, который отличается, ну, собственно, у нас все граждане декларируют доходы, у нас налоговая инспекция, люди же заполняют все это. — Нет, у нас все граждане не декларируют доходы, а обязательно декларировать доходы лишь при там ряде условий. — Ну, понятно. — Если источников доходов... — Несколько источников доходов и так далее получены дополнительные. Ну, то есть, да, сверх того, что, так сказать, мы по месту основной работы, люди плачут подоходный налог. — С чиновниками история другая. Во всех странах люди, когда идут на госслужбу, они тем самым соглашаются, что внимание общества к ним будет значительно более пристальным, намного более подробным, чем внимание ко всем прочим людям. Они соглашаются уже на, так сказать, некоторый контроль общества за своей частной жизнью. — Понятно. Ну и, собственно, в чем суть нового законопроекта и какие шансы он имеет быть принятым этой осенью? — Ну, собственно говоря, вот Борис сказал, что 10 лет уже декларации подаются. Но вот три года назад порядок изменился, и последние три года депутаты, чиновники и еще, на самом деле, в том числе, служащие ряда госкорпораций подают декларации, в которых они указывают свое движимое, недвижимое имущество, свои доходы за прошлый год целиком. И также то же самое, что записано на их супругу или на их детей. А сейчас в Госдуму внесен закон, который будет, судя по всему, принят довольно скоро во втором и третьем чтении. Во всем случае, когда я последний раз был в Госдуме на кругом столе у Яровой, настрой был очень такой решительный, что собирается принять без каких-либо практических изменений. Так вот, речь идет о том, что если сумма сделки превышает доход семьи по основному месту работы за три года, то тогда можно поставить вопрос о том, откуда эти деньги. И если чиновник, депутат и так далее не сможет обосновать, откуда эти деньги, тогда ставится вопрос о конфискации этого имущества. То есть дальше это передается в прокуратуру, она подает в суд о конфискации этого имущества. В общем-то, это такое приближение к российским реальностям нормы статьи Конвенции ООН о незаконном обогащении, где предлагается уголовным преступлением признать обогащение, когда оно превышает доход и невозможно обосновать. Это вот та самая знаменитая 20-я статья Конвенции ООН о коррупции. Вообще в основе идеи контроля за расходами чиновника, чиновников лежит очень простая мысль. Чиновники в силу своей работы подвержены множеству искушений. Они могут у кого-нибудь попросить денег за выдачу справки, разрешения, могут не заметить какое-нибудь нарушение, могут наоборот заметить нарушение там, где его нет. То есть у чиновников есть множество-множество разных соблазнов. При этом у общества и у других чиновников, которые, так сказать, занимаются, как вот у дюремата, да, наблюдение за наблюдающими, за наблюдающими, за наблюдающими, да. Чиновники, контролирующие других чиновников. Вот у общества и у этих самых чиновников-контролеров нет возможности поймать за руку каждого недобросовестного человека. Но вот буквально по поговорке нас там не стояло. Мы не можем оказаться в месте, где происходит каждое коррупционное правонарушение. Более того, проблема сейчас в том, что в этих транзакциях очень часто все стороны довольны. То есть страна, которую не поймали или которой что-то сделали быстрее, довольна. И страна, которая получила за это деньги, довольна. Это еще такой особенный, особенность коррупционных преступлений. Ну да, игра с ценением с нулевой суммой, да, с позитивной суммой. А проигравшим является в целом общество, потому что чаще всего это касается каких-то потерь в целом. Какой-то общественных благ или неэффективного контроля, который ставит под вопрос в целом общественное благосостояние. Но вот конкретного проигравшего нет. Те, кто знают об этом, их нет. А почему мы можем быть уверены, что этот новый механизм контроля будет универсален, будет касаться так или иначе всех? Ну вот мы только что наблюдали, в общем-то, картину избирательного расследования в отношении депутата Гудкова, например. Ну, достаточно широко распространена точка зрения, что многие депутаты Государственной Думы располагают, участвуют в некотором бизнесе. Ситуация в известной степени схожая, параллельная. Почему мы уверены, что вот этот контроль над расходами чиновников не будет применяться в отношении людей независимых? Ну да, не будет использоваться как дубина. А в остальном случае просто не будет использоваться. Более того, скажу, я практически уверен, что он будет именно так использоваться. Но, во-первых, в своей колонке я описываю на слоне последний по этому поводу. Как это, помните, Франко говорил друзьям все, врагам закон. Я писал, что, во-первых, оппозиционерам на госслужбе или в парламентах не стоит с момента вступления в силу этого закона покупать что-либо, что дороже их трехгодового дохода, потому что доказать, что это было обосновано, будет сложно. Но, во-вторых, на мой взгляд, если это станет, так сказать, дубиной, то это уже некоторый прогресс. Потому что до этого дубиной, ну, условно говоря, была просто политическая позиция. Или до этого дубиной могла быть, я не знаю, фальсификация уголовного дела. Когда мы переводим, по сути, эти дубины хоть в какую-то легальную плоскость, да, пока, скорее всего, в первую очередь, это будет использоваться, там, партии власти для того, чтобы расправиться с своими оппонентами. Но потом, ну, как бы, со временем, это должно стать несколько более широко использовано, во-вторых, во-вторых, я... То есть мы готовы пойти на временные жертвы? Нет, нет, это неверенные жертвы. Я к тому, что, на мой взгляд, когда аргументом в споре является, откуда у вас это, я у вас это отниму, потому что по закону, так и так и так, это намного лучше, чем вам фальсифицируют дело и вас сожрут. Ну да, хотя бы некое, пусть избирательное, но пока закон, это вот Иван Ниненко нам объясняет. Иван, а вот я хочу вот что понять. Чиновники, вот мне кажется, что в нашем сознании, в российском, это совершенно не прописано, что для нас чиновники это некое особое сословие, которое обладает всей полнотой прав. А по делу, то, по сути-то, чиновники, ну, вы знаете, вот, например, военные, да, это сословие в профессиональной обязанности, в профессиональный, как бы, состав, в котором входит возможность быть убитым. Да, человек получает деньги за то, что его в какой-то момент он пойдет, возможно, на смерть за Родину. Вот точно так же чиновники это некая профессиональная каста, которая идет служить в обмен на то, что она полностью предоставляет свою жизнь, свое тело, да, свои доходы в распоряжении общества. Вот, это вот у нас как-то есть понимание, что чиновничество это сословие, которое обязано быть абсолютно прозрачным. Понимания этого нету. И здесь, кстати, очень интересно обратиться внимание на исторический опыт, ну, других стран в том числе. Когда в Америке вводили декларацию, ну, обязанностью публиковать, естественно, чиновники воспротивились, пошли в суды, что это вмешательство в их личную жизнь. Да, 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 потому что предвижу у нас такое же. Ну, у нас решиться на это очень сложно, понимаете, там все как-то боятся судиться с властью за их решение. Ну, а там, естественно, никто не боится, все пошли в суды, и там замечательное решение о том, что когда гражданин идет на государственную службу, он перестает быть private citizen, то есть частным гражданином, а становится public citizen. О, как интересно. И с этого момента его право на личную жизнь должно быть ограничено в том мере, чтобы реализовать право остальных граждан на эффективное правительство, на контроль за своим правительством и так далее. Вот этого понимания у нас практически нет. У нас, наоборот, считается, что тот, кто попал на госслужбу, тому повезло вперед, и у него все есть, а идея как раз о том, что вообще попадание на госслужбу – это куча ограничений, это и публикация доходов, что, в общем, граждане не должны делать. Это конфликт интересов, который ты должен каждый раз заявлять. Это ограничения, по сути, на то, что ты можешь делать, что ты не можешь делать. Ну, в разных системах это по-разному обустроено, но у нас как раз наоборот, никаких ограничений, скорее даже в общественном сознании, не в законах, в законах как раз ограничения прописаны. Ну да, в сознании, что чиновничество – это поражение в правах, чиновник – это фактически, по сути, поражение в правах. Это нам надо развивать, по-моему, вот этот подход. Это касается не только чиновников, это касается любой бюджетной службы. Можно точно так же сказать, что у нас, нанимаясь работой на работу милиционером, люди получают право использовать бутылку из-под шампанского, так как она использовалась в Казани. Здесь проблема вообще с нашим вокабуляром, что чиновник отдельно, депутат отдельно, милицейский отдельно, можно говорить о должностных лицах. Вот публичные должностные лица в целом, те, кто работают, распределяют какие-то государственные блага, должны быть ограничены в правах, потому что у них есть право распределять общественное благо. Я просто пытаюсь понять, авторы этого законопроекта, они вот руководствовались той самой идеей объективного общественного блага, который вы сейчас защищаете? Я думаю, что авторы этой идеи руководствовались, ну, идеологом этой идеи был Медведев, который руководствовался тем, что надо как-то списать то, что написано в международных документах, потому что у него есть целое представление о том, что в международных документах написано хорошее, России надо это списать, чтобы выглядеть прилично. Мы должны очередной раз импортировать некий работающий там механизм. Ну да, чтобы прилично выглядеть на международных встречах и так далее. Дальше те, кто писали дальше, руководствовались необходимостью выполнить приказ Медведева, при этом минимально затронуть... Повредить сложившемуся порядку вещей. Вот я так предполагаю. И отсюда вот эта странная норма про трехлетний доход семьи. Конечно. Откуда взялись три года? Потому что три года они публикуют декларации. Вот как это логически обосновано, я не понимаю. Но ответ именно такой. Что раз три года они публикуют декларации, то за эти три года можно их только и проверять. А что такое семья? Я понимаю, семья где-нибудь там, я не знаю, в Германии, особенно в Северной, в Голландии. У нас же семья дальнейшурины, девери, перепишут все на родственников, офшоры какие-то переведут, там дети будут работать. Как семья по этому закону понимается. В этом законе доход это супруг и супруги, а контролируется тоже имущество супруга, супруги несовершеннолетних детей. А совершеннолетних уже? Совершеннолетних не контролируется. Множество дырок, там ничто не мешает купить дом, переписать его на детей. На ребенка совершеннолетнего. И остаться абсолютнейшим пролетарием перед контролирующими органами. Как раз на этом построена критика этого законопроекта, который, например, в высшей школе экономики недавно представили Алексей Конов и Андрей Яковлев. А как могла бы быть, как могла бы выглядеть более идеальная система? Для начала надо построить более четкую систему хотя бы за самим чиновником. Потому что, когда мы говорим про дальних родственников, это отдельная история. Но сейчас эта система будет позволять, например, даже самому чиновнику покупать имущество стоимостью два годовых дохода хоть каждый день. Понимаете, это само по себе тоже достаточно бредово. То есть просто разбивать сделки. Ну, например, да, приобретать разные там куски дома, разные куски земельного участка. Слушайте, а вообще эта вещь декларативная, это на ком лежит, собственно, бремя? Это должен сам чиновник раскрывать это? Или это должен какой-то налоговый или надзорный орган обязывать? В текущей системе идея заключается в том, что он подает декларацию, там будет видно появившееся имущество, и комиссия, которая проверяет эти декларации, будет запрашивать него. И насколько она будет, это сама инициативно делать, большой вопрос. Но здесь есть вообще хорошая новость, что декларации публикуются. Мы их, в частности, вот Transparency International и Высшая школа экономики, активно изучаем и будем смотреть. Там, где появилась машина, например, стоимость которой превышает трехгодовой доход, мы будем предлагать проверить эту информацию. Ну, вообще, да, то, что публично, вот, например, я знаю, на Западе есть краудсорсинг, используют, когда, вот, я не знаю, британский парламент так шерстили, по-моему, да, в Guardian вывесили их все декларации о доходах, и там 700 тысяч человек, по-моему, так сказать, не помню сколько. Здесь как раз очень интересная тезис о том, что младший брат следит за тобой. Да, да, да. И вот в этом плане как раз все может очень сильно перевернуться. Ну, что ж, о том, какой брат за нами следит, старший или младший, поговорим после небольшого перерыва. И снова добрый вечер. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев и Кирилл Горский, заместитель главного редактора журнала «Форбс Месса», ведущие нового формата «Археологии». По понедельникам мы делаем программу совместно с «Форбс». У нас в гостях обозреватель «Форбс» же Борис Грозовский и заместитель директора Transparency International России Иван Ниненко. Говорим мы о... о чем еще можно говорить наши дни? О чиновниках. О том, как нам установить контроль и нужен ли, и возможен ли контроль за расходами чиновников. Вот в осеннюю сессию Госдумы будет, видимо, по этой части внесена законопроект, как-то будет принят закон, насколько он будет эффективен. Вот я что еще хочу спросить, а зарубежные активы, на сколько они попадают, все это, так сказать, я не знаю, сколько там уже в Лондоне, 300, что ли, тысяч русских, и там, особенно в сегменте недвижимости от 5 до 10 миллионов фунтов стерлингов. Вот, как быть с этой недвижимостью, с этими активами? По закону они должны декларироваться так же, как и российская, там большая проблема в проверках, потому что, ну, они не попадают в наши базы данных, скажем так, имущества. Но так же, параллельно, как вы помните, рассматривается закон о том, чтобы запретить чиновникам иметь вообще какое-либо имущество за границей. Этот закон, скорее, такой популистский, и не вписывается в общую концепцию антикоррупционной политики, но вполне не исключаю, что он будет принят, что сделает вообще всю ситуацию очень интересной. То есть, скорее всего, это придет к тому, что тем, кто хочет законные иметь имущество за границей, им их не получится, а те, кто хотят, ну, а будут создавать всякие разные схемы, что, в общем, приведет к плачевным, на мой взгляд, результатам. Траст, трастовые компании какие-нибудь, наверное, трастовое поверительное управление. Ну да, 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 но приличному человеку, ну, как, кому не хочется прятаться и так далее, придется просто, видимо, уходить с государственной службы. Там, ну, на самом деле, довольно плачевная ситуация. Это такая, на мой взгляд, вообще политическое решение о том, чтобы приковать всю нашу элиту к российскому имуществу, чтобы у них было как раз российское только имущество, законное владение. Ихать на курортах Ачху и Мартана, да. Сейчас, когда мы говорим о контроле над расходами чиновников, мы как бы исходим из некоторой презумпции виновности человека, идущего на госслужбу. Он идет на нее для того, чтобы там вот как бы что-то наворовать, поэтому давайте будем его контролировать. Но вот на самом деле мы сейчас наблюдаем постепенно такую картину. Люди, которые сделали какое-то состояние в бизнесе, некоторые из них решают, что можно было бы уже там по тем или иным причинам служить родине, поработать в госуправлении. Ну, там глава департамента транспорта Москвы, например, Максим Лексутов, да, это человек из Трансмашхолдинга с очень солидным состоянием. И таких, в общем-то, это не единичный случай. Но вот у этих людей деньги заведомо есть. То есть, как будет выглядеть контроль за их расходами вот в этой новой картине мира? Ну, в том законе, который принимается, довольно глупо он будет выглядеть. То есть, это все равно будет вопрос относительно того, как их приобретение соотносится с их доходом. Нынешним доходом, с их зарплатой. Что является, конечно, бредом, потому что в той как раз докладе, о котором говорил Борис в Высшей школе экономики, речь идет о том, чтобы сравнивать текущие сбережения все, причем заставить чиновников декларировать сбережения, в том числе в наличном, в драгметаллах, если они у них есть, если они хотят их декларировать. Дальше прибавлять к этому доход и вычитать из этого расходы. Соответственно, в данном случае, если у человека официально задекларированы огромные сбережения, то никаких вопросов бы не возникало. В текущей системе вопросы будут возникать, и это реальная проблема, на мой взгляд. Проблема в том, что если у чиновника при поступлении на госслужбу не спросили, а сколько у тебя сбережений, абсолютно любую свою покупку он может объяснить тем, что вот, извините, у меня в чулке лежало 3 миллиона наследства дядюшки из Бразилии. Если эта сумма не обозначена при поступлении на госслужбу, таким образом можно объяснить абсолютно все, что угодно, и весь контроль за расходами вообще не имеет смысла. Ну да. Вы знаете, я хочу сейчас немножко шире поставить вопрос. А насколько вообще реально... Допустим, что закон принят. Насколько реально, не знаю, в отдаленном будущем или в ближнем будущем, что это коснется не чиновников, а вообще всех граждан? Что мы постихоньку придем к ситуации, вот опять-таки ввиду с этим надзирающим фукадианским государством, с этим гопсовским левиафаном, извиняюсь за такие вообще все эти термины, вот, что мы придем к тому, что государство потребует с нас вообще отчитываться в каких бы то ни было значимых расходах. Реально ли? Ведь это же есть на Западе. Контроль за расходами граждан. Реально все. А где, кстати, где эта практика существует? Я немного... В Америке, на самом деле, налоговые органы предъявят большие вопросы, если у вас, очевидно, ваши расходы превышают ваши доходы. А кто... Вас обменят в отмывании денег. А кто узнает об этих расходах? Что продавцы предоставляют сведения в налоговые органы, скажем, покупки автомобиля, дома, яхты, вертолета? Продавцы даже, скорее, предоставляют сведения органу, который ответственен за контролем над отмыванием преступных доходов. Теперь же во всех странах есть под эгидой ФАД, да. Значит, такая... То есть в рамках глобальной борьбы с терроризмом каждая страна создала органы, которые контролируют... Свой финмониторинг. Да, да, да. Все крупные сделки и так далее. Вот. Но, конечно, вот, не знаю, мне кажется, что потихоньку это кольцо начнет сжиматься и у нас. Но, допустим, сейчас, наверное, там можно, не смущаясь, да, сказать, что без... Короче говоря, от внимания налоговых органов ускользает, наверное, процентов 95 частных сделок по оленде жилья. Да, то есть никто эти доходы... Да. Никто доходы от сдачи жилья в оленду не показывает. За редкими исключениями, да. Понятно, что там в развитых странах это почти невозможно. Но это доходы. А вот как, с твоей точки зрения, государство вообще заинтересовано, у нас государство заинтересовано в том, чтобы контролировать расходы граждан? У нас... У нас, я думаю, что нет. Потому что если контролировать... Если государство у нас начнет контролировать расходы, то оно слишком много узнает про самого себя. Ну, про тех, кому можно, например, да, эту информацию можно не использовать. Что касается остальных... Ну да, вот вы знаете, я хочу... Действительно, это тема, которая меня даже вот лично очень интересует. Боитесь, что ваши расходы начнут контролировать? Нет, ну я, кстати, не боюсь. Но меня интересует, вот, потому что даже чисто юридически это будет очень интересно. Вообще, постановка вопроса, боитесь ли вы, что именно ваши расходы будут контролировать, она как бы неверна, потому что мы сейчас все-таки говорим об обществе в целом. А давайте спросим общество, давайте спросим наши слушатели. Телефон наш студийный 651099,6. Код Москвы вам известен основной. 651099,6. Позвоните нам и скажите, готовы ли вы согласиться с обязательным контролем над расходами? Нужно ли в нашей стране, учитывая чудовищную коррупционную ситуацию, чудовищное количество теневых транзакций и, собственно, необъяснимое совершенно появление огромных состояний капиталов, готовы ли вы согласиться с контролем государства над расходами граждан? 651099,6. Вот, что я хочу уточнить. Ведь у нас же был как-то очень незаметно, он был придушен, вот этот законопроект. Конопроект Ельцин поздний вносил в 98-м году. Что с ним произошло? Да, просто никто его не исполнял. По-моему, так. Да, да, да. Сергей у нас звонит. 651099,6. Готовы ли вы согласиться с государственным контролем над расходами? Слушаем вас. Здравствуйте, да. Ну, я, в принципе, согласен с тем, что контролировать действительно неплохо. Вот, и можно, в общем-то, начинать из чиновников. Ну, просто хотел привести информацию по поводу того, как вот как раз в Америке, да, настроена налоговая система, и, собственно, в России. Да. Там, насколько мне память не изменяет, но более половины всех налоговых поступлений как раз идет от физических лиц. И, в принципе, налоговая система как раз, ну, простите, заточена на то, чтобы выявлять как раз-таки нарушения в декларациях физических лиц. И там огромный штат есть осведомителей, причем это просто могут быть физические лица вашей соседей, которые написали, например, ну, грубо говоря, донос в налоговую службу. То есть, если подтверждается факт того, что вы, ну, например, там, скрываете какие-то доходы, то там до 10% от выявленной шума недосдачи может быть выплачена из садометики в качестве компенсации, в качестве бонуса, что ли. То есть, этот институт достаточно развит в Америке, и он, ну, пропагандируется на уровне государства, и, ну, налоговая система, она вот именно заточена на это, на то, чтобы выявлять недостатки, недосдачи из физических лиц. У нас же совершенно другая ситуация, у нас же, по-моему, более 80% идет от юрлиц поступлений в бюджеты. Ну, да. И, в принципе, система-то получается заточена на то, чтобы администрировать вот эти крупные объекты, то есть, ну, хозяйствующие субъекты, юридические лица, и перенастроить ее в короткий промежуток времени на то, чтобы она отслеживала физиков, ну, по-моему, это просто нереально. Это потребует таких затрат, что, ну, я думаю, что сборы просто не будут покрывать эти административные расходы на это. Хотя, в принципе, идея, в общем-то, правильная, поэтому пути, наверное, ну, стоит двигаться. Хорошо, но вы считаете, в нашей ситуации, вот, в принципе, в идеальном случае, возможно ли пойти по этой ситуации? Или государство использует свои регулирующие административные функции для еще большего закручивания гаек, или еще, скажем, что, скорее всего, коррупции? Ну, вы знаете, судя по всему, что государство, конечно, больше закручивает гайки и идет по пути на меньшего сопротивления, потому что, ну, вот, контролировать там сотни миллионов граждан, которые должны отчитываться, ну, это крайне сложно. И государство, конечно, идет по пути на меньшего сопротивления. Проще облажать работодателей, юридические лица, дополнить этими налогами, завалить это время на них, потому что их на них проще давить, их проще контролировать, их проще выявить, потому что они все-таки, ну, в ходу бедную как-то пытаются обеляться, и многие уже работают по безналу. Ну, хотя и бухгалтерии. Вот, и поэтому я не думаю, что государство скоро может перейти вот к этой системе, потому что, ну, и нужно перенастроить всю нашу федеральную налоговую службу, и таких, ну, наверное, не ресурсов, не, наверное, людей, которые могли бы это грамотно сделать, просто сейчас нету немножко другие приоритеты. Понятно, понятно. Спасибо, спасибо, Сергей. Еще раз объявлю наш телефон 65 10 99 6. Звоните нам и скажите, готовы ли вы согласиться с обязательным государственным контролем над расходами для того, чтобы попытаться улучшить нашу коррупционную ситуацию? 65 10 99 6. Борис. Я думаю, что одним из тестов будет вот новый налог на имущество. Сейчас же как раз, так сказать, сезон ежегодной уплаты гражданами налога на имущество. Ну, вот, допустим, двухкомнатная квартира на окраине Москвы. Налог на имущество составляет порядка 500 рублей в год. Вот. Правительство собирается ввести новые ставки и рассчитывать сумму налога, которую каждый владелец жилья должен заплатить, в процентах не от кадастрового, а от рыночной стоимости этой недвижимости. Ну, посмотрим, какие там будут цифры и насколько, насколько вообще это все удастся сделать, потому что, например, на территории Московской области множество объектов, которые, так сказать, защищают четырехметровые заборы с колючей проволокой и волкодавами за ними, да. За этими заборами где-нибудь вдоль Рублевки дворцы даже скорее о дворцах. И при этом эти дворцы вполне могут быть незалегистрированы. Мелким чиновникам кадастрового службы, которые туда сунутся, будут большие неприятные. Да, они, в свою очередь, вряд ли могут быть объектом сигнала граждан. Ну, да. Да, Иван. Что это имущество можно выкупить, например, по стоимости, ну, например, в полтора или в два раза выше вот этой вот условной рыночной стоимости, что позволит в таких случаях с этими дворцами. Ну, вот у вас есть дворец, вы указываете его стоимость. Реальную, рыночную. А если вы декларируете, что за этой стеной у вас там маленькая конура, которая стоит 100 рублей. Как там автомобиль Волга 1974 года, да, 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 и прицепский. Да, 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 да. Вот, вот тогда, собственно говоря, ну, если вы декларируете так, то сделать какую-либо процедуру, которая позволяла бы, ну, выкупить тогда это имущество по цене, там, ну, в два раза выше указанной, в три раза выше указанной. Что интересно позволило бы, ну, стимулировало бы указание реальных цен. Может быть, даже в 10 раз условно. Вот интересно, да, вот Борис здесь правильно подчеркивает, что, собственно, самые крупные-то состояния, самые большие активы, они-то как раз, похоже, никуда и не попадают ни в какие налоговые рамки. Они-то уходят неоплаченными, потому что там настолько сильный административный ресурс и настолько сильный, там, так сказать, периметр безопасности выстроен, что у нас просто нету силы у государства, да, собственно, и желания, потому что, да, это и есть само. Это все сильно завязано на отсутствии какой-либо политической конкуренции, потому что, естественно, если бы было две сопоставимые, хотя бы две сопоставимые партии, то у них было бы хватало ресурса, чтобы вскрывать такие случаи, особенно в предвыборный период, когда это нужно. Банально, Ром не заставили опубликовать свои декларации, хотя он там по закону не обязан был опубликовать эти данные за предыдущие годы до выборов, но просто, так сказать, прессом общественности и демократической партии его заставили все это рассказать о всех своих доходах, в том числе за прошлые годы. Он очень сопротивлялся, он сопротивлялся около года, наверное. Да, 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 но просто потом стало очевидно, что он теряет уже на этом очки. Я имею в виду, что в данном случае тоже, если бы у нас была реальная какая-то политическая конкуренция, то со всеми этими... Ну да, мы утыкаемся, собственно, в структурные и системные ограничения нашей политической системы, которые не позволяют начать полностью вот эту вот борьбу с коррупцией и ввести контроль над расходами. А еще? Еще раз, да, секундочку, напомню, наш телефон студийный 651099,6. Звоните нам и скажите, нужен ли в России обязательный контроль над расходами? Декларация расходов не только чиновников, но и граждан. Да. Ну и вот, исходя из того, что было сказано, мне представляется, что любая активность в отношении введения контроля над расходами граждан будет, собственно, означать, что государство нацелилось в карманы как раз рядовых граждан, а не чиновников, не самых состоятельных слоев населения. То есть это может быть... Ну, как вот, собственно, с попытками контроля доходов от сдачи квартир, да? Это вот попытки больше собрать с основной массой населения. Ну да, такой мелкой-мелкую рыбу поймать, так сказать, и вот так бреднем пройти по людям. Новый бреднень, да, да. Да, да. А вот то, что вот интересно, звонивший нам Сергей говорил, относительно осведомителей, вот этих вот работающих на 10%, насколько это реально у нас, в нашей ситуации? Можно ли ожидать такого введения института? Вообще, я полагаю, что в тот момент, когда будет малейшая попытка введения этого института, ну, налоговые органы будут завалены таким количеством писем, обращений граждан, что у нас очень богатая традиция в этой области. Борис, как ты считаешь? Традиция очень богатая, да. У нас, как бы, институт, видимо, нужно с какой-то предельной осторожностью относиться к введению института. Даже тех институтов поддержки доносителей, доносчиков, которые закреплены в мировой практике, все-таки, ну, Сталин был недавно. Боже мой, институты поддержки доносчиков, вы знаете, жутко интересная тема. Давайте вот о ней поговорим отдельно. А пока хотелось бы принять звонки наших слушателей. Код Москвы 495-6510-99-6. Нужен ли нам в России обязательный контроль над расходами? Игорь. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, это все, безусловно, нужно, как это и делается, ну, так скажем, в развитых странах. Вот. Но у меня вопрос, а кто будет контролировать? У нас ведь фактически таких инстанций не существует. У нас развалили милицию, она же полиция. У нас фактически не работает прокуратура. Кто будет заниматься контролем над доходами граждан? Угу. Хороший факт, да. Все самые дворцы, их обнаружить довольно просто, даже если они нигде не зарегистрированы. У нас сейчас все-таки, как-никак, 21 век. Открывается он в интернете Google Maps. Да, да. Видят прекрасно все эти дворцы. Их можно обнаружить и легко установить, кому они принадлежат. Но кто будет этим заниматься? Вот вопрос. Хороший вопрос, Игорь. Установить, кому они принадлежат, как раз, иногда бывает очень сложно, хочу заметить нашему слушателю. Но в целом вопрос, конечно, очень хороший, потому что сейчас, очевидно, отсутствие сил, более того, даже контролируют вот эти самые декларации, которые сейчас публикуются, или в будущем расходы некому. Все эти комиссии, которые были созданы по указу президента, почти во всех органах, по сути, это комиссии, которые созданы из кадровиков, которые вообще не очень понимают, что от них хотят, и зачем они это вообще должны делать, контролировать эти декларации, а теперь еще и расходы, они вообще, я думаю, с ума сойдут. Мне кажется, системная проблема государству предлагается контролировать самое себя, так сказать, поймать себя, свою же руку, тянущую из своего же кармана. Мне кажется, что здесь какой-то должен быть общественный механизм вот этого контроля. Ну, с декларациями все проще. Там декларации публикуются, не идеально. У нас есть, если бы захотели, сделали бы все, на самом деле, четко и понятно, там, в том же Бутании то лучше сделано. Не говоря уже о таких примерах, как Грузия, где на сайте, на русском, английском и грузинском публикуются декларации всех, кто подает. Система просто потрясающая. У нас все очень криво и косо, но все равно они публикуются, мы их собираем, сравниваем, и здесь уже вот как раз возможности младшему брату следить за старшим появляется довольно много. 65, 10, 99,6, код Москвы 4, 9,5. Готовы ли вы согласиться с контролем над расходами? Виталий. Конечно, и хочу скорректировать, попытаться ваш вопрос, потому что в слове коррупция, я помню, по определению нарушения должностным лицом в целях личного обогащения такое есть. То есть это относится исключительно к чиновникам. Наемный работник частного бизнеса, ну пусть его предприниматели контролируют. К нему это не относится по определению 20-я статья конвенции ООН. Да, согласен. И это надо 100% пользоваться лучше, поскольку государство у нас это делает плохо, скажем так, не очень эффективно. Я призвал бы все вообще интернет-сообщество через соцсети. Ну, в общем, кто-то рядом с дачей живет, кто-то где-то в гугле увидел. Это надо делать. Понятно. Спасибо. Спасибо, Виталий. Очень хорошее предположение. 65-10-99-6. Звоните нам и скажите, готовы ли вы согласиться с обязательным контролем над расходами. А мы пока уйдем на небольшой перерыв. Это Финам.ФМ. Программа «Археология». По понедельникам работаем вместе с журналом «Форбс». В студии я, Сергей Медведев, и мой соведущий, заместитель главного редактора «Форбс» Кирилл Горский. Говорим сегодня о том, возможен ли и нужен ли в России контроль за расходами. Причем не только чиновников, как сейчас предлагается в новом законопроекте, а вообще всех граждан. Гости наши Борис Грозовский, обозреватель «Форбс», и Иван Ниненко, замдиректора «Трансперенси Интернешнл». 65-10-99-6. Владимир, на линии. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Мое мнение, что, конечно, начинание достаточно интересное. В нашей стране все, как правило, превратится в популизм, в заигрывание с электоратом, потому что реальных расходов, действительно, и доходов никто не будет показывать из чиновников, потому что всем известно, на кого оформлены компании «Сагаз» и прочие вещи, и кто это владеет, да, с этими вещами. Поэтому, ну, мне кажется, это очередная попытка, значит, власти мучших показать, что, значит, люди их каким-то образом контролируют. А реальные вещи говорят о том, что, правильно, вот предыдущий, скажем так, звонивший, сказал, что систему контроля-то развалили прокуратуру, милицию. Ну, то есть, законы сдадут, а кто будет все это дело исполнять, совершенно непонятно. Ну, понятно, да. Так что, вот, все, что вы говорите, я целиком полностью поддерживаю. Попытка поймать себя самого за руку и самого же себя, там, ограничить. Ну, все это, конечно, смешно, наблюдать по-другому все это печально, даже больше можно сказать, а не смешно. Да, Владимир, спасибо вам. Спасибо, спасибо вам. Ну, вот, да, к чему это приведет, ставит вопрос Владимир. Вот мы уже к этой теме подходили. Вот, скажем, сравнивая даже с тем же сейчас нулевым промилле. Ведь огромный же коррупциогенный закон в результате получается. Ясно, что вырастут ставки, что, так сказать, разговор ДПС с гражданином начнется уже с совершенно других сумм и так далее. Вот не получится ли то же самое и здесь, что фактически любое начинание, любая законотворческая инициатива в условиях неконкурентного регулятивного государства только лишь повысит коррупцию? Конечно, получится. Борис. Конечно, 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 получится. Переход из одного состояния в другое, вот, если мы говорим о чиновниках, о чиновниках, из состояния, где нормально и прилично брать взятки, там, откаты в 20% и так далее и тому подобное, в состоянии, когда это уже не является нормой. Переход вот из одного состояния в другое возможен, ну, во-первых, он очень сложен, во-вторых, он абсолютно невозможен без пресловутой политической воли и без примера, который показывают первые лица в государстве. Известен прекрасный пример Сингапура, да, которому, как бы, удалось вытащить себя за уши во многом благодаря просто личности Ли Куан Ю, да, это вот наставник-министр, который, который отчасти личным примером изменил отношение чиновников всей страны к госслужбе. Но вот применительно к нашей узкой теме, да, о каком контроле за расходами можно говорить, когда, когда, скажем, по всей стране рассыпаны резиденты, которые, когда по всей стране рассыпаны резиденции, которые строятся то ли для первых лиц государства, то ли зачем-то Газпрому нужно, значит, в одном прекрасном месте поставить дом отдыха, в другом прекрасном или, так сказать, дружественным бизнесменам. Ну, контроль за расходами и чиновников, и граждан создает при этом совершенно роскошные возможности в плане, ну, контроля их поведения в, как бы, в нынешней системе властных и общественных взаимоотношений. Ну, даже бог с ним, там, какой-то абсолютно там рядовой оппозиционер, который там засветился на митинге, например, там, ну, и к нему возникли какие-то другие претензии. Если одновременно, ну, допустим, возникнет, вот мы говорили о доносах, да, возникнет какая-то пара материалов, спровоцированных, ну, лояльными гражданами относительно того, что у него там, ну, вот, машина какая-то появилась новая, да, это предмет, ну, как минимум для дополнительного пристального рассмотрения, предмет для дополнительных вопросов к нему, предмет для того, чтобы существенным образом осложнить ему жизнь. Ну, да, у нас же просто внимание с правоохранительных органов оборачивается для гражданина такими издержками и временными, и имиджевыми, и прочим, что уже даже если он абсолютно чист, сам просто попасть под колпак, попасть под подозрения, уже человека выбит из жизни там на год можно. Поэтому я считаю, что пока вводить этот контроль нужно только для чиновников, именно потому что вся система настолько коррумпированная. Более того, и для чиновников понятно, что это может быть там иметь коррупционные лазейки. Да, но, повторюсь, так как здесь декларации публикуются, здесь достаточно серьезные возможности для общественного контроля. Конечно, можно рассуждать о том, что надо сделать публичными... Помог ли общественный контроль Геннадию Гудкову? Ну, скажем так, помог в том плане, что сейчас часть депутатов под вопросом, в том числе от Единой России и от КПРФ, посмотрим, чем закончится, но именно то, что эти декларации публичные, позволило поднять вопросы о них, и сейчас комиссия вынуждена рассматривать и эти обращения тоже, и не исключено, я полагаю, что с значимой долей вероятности, кого-то из единороссов для проформы тоже лишат мандата. Хотя в целом вся эта система лишения мандатов, на мой взгляд, вред абсолютный. Естественно, без решения суда, большинством голосов отнимать мандаты, это за рамками. Ну, мы давно уже, да, кажется, уже несколько месяцев, как вышли из правового поля, и плывем в каком-то совершенно неизвестном направлении, без руля и витрилы. Неизвестно, что день грядущий нам принесет. Вы знаете, вот Иван Ниненко сейчас говорит, что он согласен, он настаивает на введении расхода обязательного на... Контроля. Контроля. Контроля расход чиновников, да. Всех чиновников расход. Контроля над расходами чиновников, но пока против того, чтобы это применялось в отношении граждан. А вы, как считаете, вы готовы свое собственное, свое имущество, свои дачи, свои автомобили отчитываться по поводу каждого приобретения? Пускай, скажем, крупного достаточно, я не знаю, по нашим меркам, ну, там, больше миллиона или там, больше пяти миллионов, не знаю, как сделать. Вот, готовы ли вы лично отчитаться, учитывая, что это создаст большую атмосферу прозрачности и доверия в обществе? 65, 10, 99, 6. Код Москвы 4, 9, 5. Готовы ли вы согласиться с контролем над расходами? А вот если все-таки представить идеально вот эту ситуацию, это повысит прозрачность и уровень доверия нашего общества, если вот ввести такой контроль над расходами, как вы считаете? Прозрачность-то точно, ну, смотря, как он будет сделан, но, кстати, только такой системой можно решить вопрос, связанный с дальними родственниками, братьями, сватиями, потому что иначе определить круг этих лиц просто невозможно. То есть, в принципе, вот именно всеобщее декларирование и всеобщее сопоставление доходов и расходов является единственным возможным механизмом ограничения третьих лиц, на кого могут записывать имущества чиновников. У нас было ведь, я вспоминаю, там, наши люди в булочную на такси не ездят. В Советском Союзе был же ведь такой фактически тотальный контроль над расходами, над тем, кто так или иначе, вспомним, берегись автомобиля, да? Да, Борис. Мы немножко, мне кажется, пропустили очень важный пункт, как бы разговор о целях. Вот цель контроля над расходами граждан, как бы его не вводить, сугубо налоговая. Человек сдал квартиру, не заплатил налоги. Расходы контролируются, выявляется, что у человека есть дополнительные источники дохода, которые как-то вот ушли от налогообложения, и государство потеряло деньги, точка. Цель контроля над расходами чиновников совершенно другая. Не в том, чтобы получить от них, значит, лишние деньги в бюджет государства в виде подоходного налога или чего-то такого. Цель контроля над расходами чиновников в том, чтобы увидеть индикаторы коррупции. То есть, вот применительно к чиновникам, индикатором коррупции, не доказательством того, что чиновник совершил коррупционное правонарушение, а индикатором, который как бы вот начинает мерцать, как такой маячок проблесковый. А вот у чиновника зарплата такая, но он себе позволяет одно, другое, третье, четвертое, пятое. Живет непосредством. Вероятно, у него есть какие-то, значит, иные источники доходов, которые могут быть коррупционными. Вот на такой логике как бы это построено, да? Окей, у тебя есть, значит, расходы, которые превышают твою зарплату на госслужбе. Значит, иди-ка мило сюда, попробуй объясниться, откуда у тебя эти деньги. Если ты можешь внятно объяснить, тут еще должна быть хорошо простроена процедура. Что такое объяснение? Да, да, да. И кому ты это объясняешь? Лучше тоже максимально публично. А кому? Сейчас это будет комиссия внутри органов, то есть комиссия Государственной Думы, которой как раз мы все на ней теперь наслышаны в связи с делом Гудкова. Скорее всего, ей поручат эти полномочия комиссии внутри каждого ведомства созданы, то есть на уровне, ну там, в Минобороне своя, в Минкультуре своя, а дальше на региональном уровне в каждом министерстве, в каждом ведомстве сейчас уже созданы все эти миллионы комиссий, которые проверяют, сейчас они занимаются тем, что проверяют декларации. На самом деле, большинство из них по факту ничего не проверяют, просто повторюсь, потому что они не очень даже понимают, что они должны проверять, зачем, почему. Во многих странах создается специальный орган, который, кстати, проверяет их выборочно, невыборочно. Ну, здесь, кстати, банальная автоматизация всей этой системы сильно бы упростила жизнь и проверяющим, и заполняющим, и уж общественным контролерам. Тем более, у нас большая проблема с тем, что приходится это переводить в единый формат. Борис тоже намучился с разными этими декларациями в разных форматах, публикуется в разных местах сайтов. Наши коллеги из Литвы, из Латвии, из Грузии рассказывали про их прекрасные системы, которые просто все эти маячки, о которых говорил Борис, выскакивают просто автоматически, когда заполняются, и там не только даже на превышение расхода доходов, например, резкое увеличение наличного имущества, потому что в некоторых из этих странах они декларируют наличное имущество, уже само по себе для некоторых, уже являясь подозрительным. То есть просто автоматически там какие-то ставятся индикаторы, как на бирже просто, если резко там превысил, резкий, так сказать, какой-то тренд пошел, то тут же точка отсечения. А у нас, собственно, какие механизмы именно общественного контроля в этом смысле возможны? Ну, смотрите, мы, например, каждый год берем все эти декларации, сравниваем, задаем вопросы. Как только появится возможность конкретные вопросы задавать, то есть мы будем искать то имущество, которое превосходит доходы. Это транспорция интернешнл, Высшая школа экономики, на самом деле, тоже. В этом участке проектно-учебная лаборатория, у нас там есть студенты-вышки, которые приходят и садятся, это делают. Это просто интересный вопрос, вот когда я говорю об общественной культуре, дальше я думаю, что это краудсорсинг. На каком этапе подключается общество? Нет, но все равно я думаю, что дальше все будет больше и больше краудсорсинга, больше и больше внимания к этой теме. Вот интерес, действительно, интерес общества. Прежде чем эту тему, уже, я думаю, последний вопрос, который мы успеем сегодня поднять. Еще раз напомню, наш телефон студийный, 495-код Москвы, 6510-99-6. Нужен ли в России обязательное декларирование расходов, контроль над расходами граждан? 6510-99-6. Вот к вопросу об обществе. Все-таки, вы знаете, эта тема меня очень занимает, и я думаю, что мы еще отдельную программу сделаем, но вот пока давайте немножко об этом поговорим. Вот Борис говорит, что функция вот этого вот всего декларирования, скажем, для граждан, да, для большой массы граждан, она чисто фискальная. Но мне кажется, что здесь еще создается некий такой социальный капитал. Вот я, может быть, даже парадоксальную такую мысль выскажу, что вот этот вот тотальный контроль одних граждан над другими и даже вот это вот доносительство — это часть создания социального капитала. Вот как вы считаете? Да нет, ну понимаете, у нас российская культура, что да, так сказать, ябеду бьют там школьники в сортире, там, они знают, стукача на зоне задавят. Я не знаю, в коллективе стукачу руки подавать не будут. У нас в нашей культуре не принято стучать, потому что у нас все коллективы объединяются против государства, против большого надзора. На Западе иначе, да. Стукач — нормальная фигура, твой сосед живет непосредством, ты донес полицию, ты молодец, ты герой. И вот мне кажется, что отчасти вот это вот контрактное общество, вот это вот тёнисовский гизель-шафт, не гемайн-шафт, общество как община, а гизель-шафт как контрактное общество, оно основано вот на таком вот доносительстве. Ну, всё не так просто. Система доносительства, да, существует, но сталкивается со многими проблемами. Есть такой термин в английском языке «wistleblower», тот, кто вести свисток, и к нему тоже негативные отношения в корпорациях, негативные отношения на службе. Но, в отличие от России, там есть, например, даже законы, защищающие доносители. Здесь мы говорим сейчас не о доносителе, а об имуществе. Например, если сотрудник компании сообщит о коррупции внутри этой компании или о каких-то скрытых сделках, к нему применяется закон о том, что его нельзя так просто уволить, пока идёт расследование. Ему нельзя отказать в повышении, если оно планировалось. Более того, он будет обосновывать отказ в повышении, если его коллеги повышаются, и так далее, и тому подобное. То есть к нему применяется сразу целый спектр законодательства, защищающий его по месту работы. И да, как говорил наш один из звонивших, в некоторых странах есть стимулирование финансовое, но чаще всего оно привязано к итоговому решению. То есть если есть решение суда о том, что корпорация платит какие-то деньги, то определённый процент отдаётся человеку, что я считаю довольно интересной практикой, в том числе и в переносе в Россию. То есть платить доносителям, но от процента, который платится либо гражданинам, либо компаниям. Не просто платить, повторюсь, а платить именно по итогам дела, если материалы, которые переданы, легли в основу дела. Что позволит увеличить этот стимул, собственно говоря, прямой экономический стимул сообщать о коррупционных делах, которые стали известны гражданам. Я надеюсь, что в России это не появится или появится крайне не скоро, потому что я лично категорический противник существенного вмешательства государства в жизни во внутреннее управление компаний. Всё-таки мы, к счастью, последние 20 лет достаточно нелевая страна и надеюсь, что таково не станем, поэтому... В смысле нелевая? Ну, не социалистическая. А, да, да. Вот, и всё-таки я очень... Левая в другом смысле. А если мы говорим не про компании, а про госзакупки? Например, я государственный служащий, и мне известно о том, что закупки происходят неэффективно. Сейчас, будучи, например, чиновником, я боюсь об этом сообщить. Нам нужна, а, система защиты этого чиновника, то есть когда он сообщил, что его не увольняют, что его переводят на другую, например, работу другого ведомства с аналогичными полномочиями. Чиновник, но дело он государственный служащий, конечно. Ну, сейчас, например, вот сейчас идёт разработка законопроекта, ну, правил именно по работе, в первую очередь, с государственными служащими, сообщающими о фактах коррупции. Ну, это как раз огромная сфера, которой уже во всём мире тоже огромное внимание уделяется, потому что как мне сообщить, если я государственный служащий, потому что мой начальник, естественно, меня сразу же уволит. Вы знаете, да, в общем, мы здесь, мне кажется, копнули только очень большую тему, тему в том числе о доверии, о социальном капитале, о том, так сказать, могут ли граждане раскрывать незаконные транзакции других сограждан, или каких-то чиновников, или больших корпораций. Мы обязательно к этой теме ещё вернёмся. Ну, а пока я хочу поблагодарить наших гостей, прежде всего моего соведущего, Кирилла Горского, замглавного редактора журнала «Форбс», обзревателя «Форбс» Бориса Грозовского, и замдиректора «Транспернесса Интеннайшн» России Ивана Ниненко. Ну, и что, собственно, из этой передачи, я считаю, хотел бы вынести для себя вот идею, действительно, что вот у нас считается, чиновник — это некий, действительно, повезло человеку, да, он такой полубог стал, полный набор прав, льготы, мигалка, все дела. Вот, деньги прилипают к рукам. А, по сути, это, если подумать, да, это человек на государственной службе, человек, который находится под нашим с вами колпаком, и, собственно, государственная служба, будь то чиновник, будь то милиционер, это существенное поражение человека в правах. То есть он идет на государственную службу и согласается на полную открытость себя, своей семьи, своих доходов. И вот, мне кажется, когда у нас придет вот это вот понимание, что чиновник — это не местный божок, а, собственно, абсолютно подотчетное нам лицо, вот тогда у нас и наступит хорошая жизнь. Это была программа «Археология». За пультом Иван Куприянов, продюсер программы «Дина Трубовская». Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Продюсер «Археология»